Почти 400 заявок, сотни добрых дел и настоящих подвигов и 39 лауреатов. Сегодня в Самаре подвели итоги общественной акции «Благородство». В этом году проекту исполнилось 20 лет. За это время лауреатами стали более 600 человек. Впрочем, как любят говорить организаторы, все участники победителя. В церемонии награждения подробный репортаж Марии Акимовой. Жизнь Николая, можно сказать, только началась. Ему всего 14, а он уже успел спасти две другие. Отдыхал на каникулах у бабушки в Омске. Вместе с друзьями пошел купаться на озеро. Услышал пронзительные крики. Тонули женщины. Сам плавает плохо, но тогда об этом не думал. Главное для него было помочь оказавшимся в беде. Мужчины всегда помогают женщинам. Я решила спасти. На помощь звали, но никто не отреагировал. Может быть, внимания не обратили. Не знаю. В общем, вот Коля только отреагировал, какую-то доску он им подал. Они за нее схватились, и он их вытащил. Она мне потом рассказала, что она мама четверых детей, и на момент случившегося младшему ребенку не было еще года. Тихий подвиг – так организаторы ежегодной акции благородства называют донорство. Леонид Ступалов недавно впервые сдал образец плазмы, потом звонок. В одной из клиник Санкт-Петербурга умирает ребенок от лейкемии. Подходящие доноры – редкость, а Леонид может им стать. Трансплантация прошла успешно. Вот только о своем благородном поступке офицер полиции решил промолчать. Поступки, которые я совершил, я считаю, что им хвалиться, как-то себя расхваливать и гордиться особо не стоит, потому что всего лишь выполнял гражданский свой долг. Столой клетки, они будут приживаться в течение двух лет. Хочу встретиться с ребенком. Бескорыстные поступки и настоящие подвиги – это суть акции благородства. В этом году самому доброму проекту региона исполняется 20 лет. За это время таких историй в его копилке собралось более шести сотен, а девиз «И станет мир светлее» подтверждают новые имена. И каждый год мы понимаем, что мы это делаем не зря, потому что среди лауреатов нашей акции очень много молодых ребят. И это как-то нас очень радует и некий такой оптимизм вселяет, что наша жизнь действительно будет светлее, если будет так много людей, совершающих добрые поступки. На сцене люди в погонах, волонтеры, многодетные родители, ветераны. Галине Петровне 93 года во время Великой Отечественной была разведчицей, всю жизнь посвятила медицине и до сих пор не отошла от дел. Передает опыт будущим врачам. Нас остается все меньше, но мы передали свои знания, свой опыт, свою любовь к нашей Отчизне, к нашей Родине, нашим детям, нашим внукам. Телерадиокомпанию «Губерния» тоже отметили за многолетнюю помощь в организации проведения общественной акции «Благородство». В юбилейный год выступило рекордное количество заявок. Почти 400 из 9 городов и 25 районов области. Несмотря на то, что лауреатами стали 39 человек, все участники акции – победители. Ведь это те люди, которые не только поступают сами, по чести и по совести, но и мотивируют других. Мария Акимова, Дмитрий Столяров. Новости губернии.